добрый день друзья и здравствуйте товарищи меня зовут ярослав левашов это ян вайнрух сзади олег и славко это водитель я охранника мы едем на международный экономических форум город валенсия работать конференция по новым компьютерным технологиям конечно работать сегодня с утра жена спросила классно тебя работали еду на форум предпринимателя украины выступать как говорится не знаем кто эти люди но в одессе им у них вайнруха охранником левашов да азаде два больших босса ярослав ярослав так то есть и славко но ты ярослав так называет меня так я тоже славко получает привет всем привет я думаю этот чувак не славко какой он там пошел вот такая вот есть функция здесь есть микрофон то есть такая функция можно сказать для гидов да я давай начинай начиная да шановные друзья гидому валенсию по левую руку виноградники по правой апельсинники слушай но это прям реально же машина вот я сам себя слышу для гидов то есть специально брал если что не пропадешь да так что вот есть компания дядя ваня сейчас будут данном случае дядя ян да везет нас валенсия компания дядя ян индивидуальные туры по недвижимости коста бланк дорого но очень интересно не имеет противопоказаний не требует консультации врачей заказа предоплата по телефону ребят вопросу о том для чего этот микроавтобус вообще потому что я спросил если вентиляция кресел нет спереди нет все сзади да и вентиляция только масса массаж до валенсии от таревьехи чуть более 200 километров и дорога занимает чуть более двух часов и сразу буквально погружаешься в атмосферу и улице большого города с богатой историей ну а нам для начала надо заехать валенсийский офис компании аллегрия в самом центре который начинается с поиска парковки у нас ребят начинаются приключения единственная парковка рядом с офисом аллегрии валенсии самая выгодная да это консум магазин консум все занято мы встали на место электрички сейчас по-хорошему и нам не знаю надо какой-нибудь провода от зарядки телефона сейчас бросить но заряжаем заряжаем численность населения валенсии немного не дотягивает до миллиона жителей но по испанским меркам этот город смело можно назвать мегаполисом здесь современные кварталы издания словно из фильма про будущее вполне себе уживаются вместе с узкими улочками и коваными балконами на старинных домах из безусловных плюсов валенсия довольно зеленый город причем как по растительности так и по транспорту электричек и гибридов здесь для испании непривычно много причем как частных так и коммерческих конечно в валенсии есть и свои спальные районы и стоимость похожей недвижимости может отличаться в разы изучить все нюансы не прожив в городе хотя бы несколько лет невозможно поэтому сотрудников аллегрии здесь работы хватает помощь выборе объекта едва ли не сложнее задача чем этот самый объект подыскать по хорошей цене ну а мы отправляемся дальше в наш очередной день валенсии который должен продолжить наш сериал дикарями по валенсии хотя хотели дикарем валенсию но мы ни разу не дикарями мы уже были дикарем валенсию ссылочка вот здесь а теперь уже получается мужиками валенсии правильно самое правило мы такой апгрейд сделали но наверное это следующий уровень вы смотрите с мужиками валенсии удобно здесь воду конечно удобно дать здесь воду ставить а мне вот не очень а куда мне вот но если только здесь все разгрызли только здесь а вот ну ладно ну ладно критик прибережим да удобно спасибо а и кстати сзади из и посередине и сзади у всех есть а сколько бардачков здесь покажи это за твоя фирменная фишка ты же начинаешь 1 1 1 3 4 5 6 7 только спереди а посмотри здесь двери один два три трехъярусный машина бардачок да такое себе удовольствие на такой машине это выезжает пока нормально пока проходишь а если не прохожу сейчас славка выйдет его подвинет да не сюда грузи поехали конечно нормально все без лова сегодня не подходит эта модель блин какого водителя ребят вы взяли конечно не расторопного я ж не знаю куда ехать какой-то испанский армянен я гид по валенсии гид по валенсии дорого но зато интересно экскурсия с дядей я нам не могла не радовать возможностью посмотреть по сторонам а не только на дорогу вот сколько раз был валенсии и все равно открываю для себя какие-то новые места в которые даже хотелось бы зайти остановиться прогуляться уделить больше времени но но у нас график и по нему была намечена какая-то встреча за обедом мы приехали в какое-то место на берегу с довольно бюджетной парковкой для открывающихся визов было понятнее мы еще сами не знаем что сейчас будем снимать потому что у нас по теории опять группы но сами вида плясовы не знают и возможно будут вопли поэтому не мы не уверены что будем снимать но но планы такие есть поэтому взяли меня чтобы я с ними туда до конца и сказав добрый вечер мы из украины я знаю только доброго ранку а уже 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 добрый вечер это я тогда умею осень на южном испанском побережье в этом году выдалась особенно теплые даже в начале декабря пляжи коста-бланка полны людей и многие еще или уже купаются поэтому спешить за столик в помещении не хотелось и мы с удовольствием провели немного времени под солнцем на легком морском бризе один только евгений был какой-то скучный и отказывался даже от пива да я говорю что я сейчас пить не могу вообще в принципе то иди от меня сатана почему так ты тогда даже не с мужиками валенсию не дикарями ничего у меня такого момента нет а у я решил познакомиться с творчеством артиста который нас сейчас почти своим присутствием немного знакомств и вот вот подпевать будешь я на форуме весна весна это все мужиками валенсия как еще ура ребят сейчас мы находимся в месте которое называется марина бич-клаб валенсия позади моря а здесь собственно говоря табличка по которой я и узнал что это бич-клаб валенсия если вы думаете что я такой умный я только что сам это понял а марина где где-то неплохое марина вы приезжали нет марина марина вечера вечера понял компания собравшаяся за обедом оказалась неожиданно масштабной и так как в испании многое неспешно трапеза немного затянулась но надо отдать должное место оказалось отличными все что мы заказали полностью оправдала ожидания очень вкусно и лидер группы вопли видоплясова олег скрипка похоже тоже остался доволен я радуюсь я сюда приехал рады что тут я уже познайомился с багатьма тут и у испанцами какие тут объединялось и так конечно ну ты движ хорошая хорошая да есть очень много групп которые вот я очень уважаю и даже порой понимаешь эта группа украинская но я не знал например этого и мне вот получается так что украинская музыка очень много нравится вас слушают песню весна например все знают ну потому что ну для нас в том числе наверное поколение немножко постарше мы слушали все да правильно на любом языке вот у вас есть какие-то песни у нас было парочку перекладов по российской мовою песня любовь и песня осень да и мы тоди дуже активно выступали в россии в москве и мтв там был российская на привезли там ци варианти и вы не сказали что 6 россияне и россиянам не цикава в российской мовы и мы конечно слушали и продолжаем слушать и приходите на концерт сегодня будем сегодня и там всех всех запрошу на концерт и тому счет за хороший процесс музыка должна объединять людей мне кажется и музыка по крайней мере нормальных людей александр я очень рад просто заработал на самом деле спасибо вам большое за вашу музыку и так фактически официальный обед как-то незаметно перешел в дружескую тусовку который позже присоединились и другие было еще немного свободного времени которое мы с удовольствием провели в общении благо располагала к этому все от компании и атмосферы до погоды и дешевой парковки а дешевая парковка как оказалось валенсии далеко не везде об этом позже только мы хотели снять шок-контент что в валенсии в центре города бесплатный паркинг посмотрите какой коммунизм не написано паркинг либре не знаю-ка на луне все равно работает поэтому паркинг не либре пройдись пешком до отеля по валенсии в удовольствие даже с багажом звук колесиков от чемодана в центре слышно постоянно и отовсюду город живет своей жизнью и своим ритмом вообще не похожим на маленькие курортные городки коста бланка и это здорово всего пара часов от нашей уютной деревни и ты в полноценном европейском мегаполисе где широкие проспекты сменяются старинными мостовыми и где-то здесь наш отель и знаете мне нравятся такие места в них чувствуется какой-то шарм недоступный современным гостиничным комплексом из бетона и стекла на номер на четверых это прикольно хотя тут такие одинарные кого кровать что и по двое можно увлечься в принципе все мы здесь могли разместиться в этом номере но это мой номер друзья с видом но нельзя сказать что не повезло вот такие были испанские колодцы когда-то давным-давно и у нас есть около часа перед тем как отправиться на концерт в лупле видоплясова кстати санузел вот такие испанские три звезды в центре валенции и набор фотографий для тех кто хочет увидеть как улицы которые находятся вокруг выглядели раньше давайте посмотрим как у других ничего себе да и у него я только восхитился своим номером я начинаю тебя завидовать добро пожаловать на аквад дискотеку походу номер-то у меня такси вечерняя валенсия едва ли не прикольнее чем дневная много света и особенно в гармонии с древними стенами и башнями там реально есть где погулять но у нас были совсем другие планы на вечер у нас было пятеро поэтому нам пришлось поймать два такси благо в старинной валенсии это можно сделать также по старинке просто подняв руку на дороге тем временем на валенсию опустилась темнота и появились небольшие пробки вот она обратная сторона большого города ну а мы отдалялись от центра в какой-то район которые в испанских городах называют полигонами это склады магазины и офисы ангары и зачастую неподалеку клубы в одном из клубов и был запланирован концерт на который мы приехали по приглашению компании за обедом ваше такси дороже на сколько стоило у нас 14 90 полин 3 цента переплатили ну если честно из вип-атрибутов в клубе были только одноименные браслетики на входе ну и цены в баре тоже вип 12 евро за посредственный коктейль в пластиковом стаканчике при этом вип-зона это были пластиковые стулья и столики а не вип это за ограждением стоя позади вот такая испанская клубная жизнь но когда олег скрипка начал неутомимо зажигать на сцене он вытягивал любую ситуацию и вскоре присутствующим стало уже все равно где они в вип-зоне за вип-зоной главная музыка а 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 Субтитры создавал DimaTorzok После концерта мы оказались за кулисами И, как выяснилось, в этом клубе частенько проходят концерты А знаменитости даже оставляют свои автографы на стенах и на плакатах Правда, я никого не узнал А со скрипкой фото у нас уже были Поэтому логично, что нас интересовал ужин Ни полбургера, ничего Какое место по счету? Пятое, седьмое, восьмое Времени, ребят, 23 часа, 20 минут 23.30, в Валене все закрывается Все, поесть нельзя нигде Мы прошли всю улицу из ресторанов, из кафе Просто нигде поесть Все, забыли Пасфутник какой-то, я не знаю, что Нам опять отказали Опять закрыло заведение Я уже просят Хотя бы бургер, да, просят Знаете, бургер мне Я еще зашел, говорю, такое классное, яркое заведение Красиво В очередном закрывающемся перед нашим носом ресторане По нашим лицам осознав трагизм ситуации Официант любезно вышел на улицу И показал, в каком направлении есть некое заведение конкурентов С менее детским графиком работы Представляете, да, привезли бы Какие были бы вопли Ведоплясова Если бы мы сейчас бегали Вы пригласили ведь Олега вместе с нами Я так понимаю, что он, может, еще куда-нибудь приехал бы или приедет Куда он приедет? Он охренеет, да, господи, я тут и крикаю вот К нам тут поесть дадут или нет? Поесть дадут Да? Дадут Заведение, куда мы попали совершенно случайно Не оставляло никакого выбора Это было реально единственное место, где в Валенсии можно было перекусить ближе к полуночи Поэтому к долгому ожиданию несложного заказа мы уже отнеслись философски А скрасила его неплохая коктейльная карта Где, кстати, коктейли оказались изрядно и вкуснее и дешевле, чем в клубе до этого Я заказал московского мула Это водка, лайм и имбирь Ну, а мул это же осел И учитывая то, что коктейль мне подали в медной кружке и добавили огурец Вполне себе коктейль московский осел получился Ну что, Ян, давай московский Я не знаю, вот я московский осел Я поэтому заказал московский мула Ты-то зачем заказал? Посмотреть какой-то московский осел Ну давай-то За ослов Ну торгнуть должен Ян, как тебе бургер? Блин, вот такой вообще Ребят, на самом деле нам реально повезло Это место, куда в Валенсии стоит сходить, если вы хотите покушать Вот реально бургер Особенно в 12 часов ночи, когда все закрыто Да, нет, ну они правда очень сильные Они выглядят немножко непритязательно Но там внутри такой кусок мяса офигительный И они такие сочные В принципе, после такого насыщенного дня и ужина Было бы самое то уже отправиться в отель Да и семиместная машина нашлась весьма кстати Да вот только команда музыкантов Оказалась в это время в соседнем баре неподалеку И так как шестер одного не ждут Решили вместе заглянуть к ним туда Ну, символически Ну, на пять, ну, хорошо, десять минут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, доброе утро Завтрак в Валенсии Немного о завтраках, ну, не только, наверное, в Валенсии Но и в Испании Мы находимся рядом с отелем Наш отель напротив музея И прямо здесь находится маленькая кафешка По ценам на завтрак Вот тут написано 6 евро стоит стандартное меню То есть это напиток, кофе И бутерброд какой-то Можно, конечно, что-то выбрать Сол, кофе и бутерброд Но это самый-самый центр Самый центр, это дорого Можно и за 3 евро, правильно? Вот здесь есть, например, кофе и круассан 2,50 Круассан с хамоном, сыром и кофе 3,50 Тост с хамоном и томатом и кофе 3,75 Так что, разное меню А ты официантом не работал никогда? Я работал Я прямо на тебя профессиональный подход Сразу расписал так, что захотелось бы заказать еще что-то Я очень успешно работал официантом Многие покупают здесь что-то на вынос Берут с собой Местные жители То есть здесь не только туристы В принципе, цены, наверное, можно дать общеиспанскими Но согласитесь, какой колорит Именно на старой испанской улочке Вот, например, улица называется Улица Сапожников, да? Запатерос Запатерос Запатерос, да То есть это, я думаю, историческое название улицы Ну, а мы прекращаем тут вещание Потому что люди пришли поесть, а мы тут съемки устроили И у нас сегодня еще насыщенный день 80 евро Обалдеть Так, что сейчас? Что сейчас? Сейчас, походу, снимаем номера с машины И выезжаем Почему так дорого? Это очень дорого Это Валентия Детка Не бесплатно нифига Это шок-пункт 79 евро Не за паркинг То есть по меркам Не понимаю, почему так? В принципе 6 копеек в минуту 3-60 часа? 3-60 часа, все И у них нет Нету максимума Подождем, мы были Обычно же бывает Подождем Мы не были Столько времени? Даже суток не были Что мы здесь простояли 19 часов 17 минут 55 секунд Давай спросим Все правильно? Нужно 3-60 Ты получаешь 68 68 А мы заплатили 79 Можно приплатить? Здесь 361 Да? Да Мы Прокатили 19 Вин Поеду Тоже Проконка Среди У нас сейчас вернет 10 евро Включить Если ты не подошел Он 10 евро не вернулся Конечно нет Я же уже заплатил Я думаю Мы не так весело Потанцевали бы вчера Мы знали Что 6 центов в минуту Эти танцы Окульются Да А мы снимем 4 пеханцы на зоке И пора 5 туда же носок Скажу Все Обналичил? А? Обналичил деньги? Да По карте Обналичку 10 А мне какая разница? Это машинница Черминал Это машинница Это грабеж Это не черный народ Это испанец У нас сзади сидит Навигатор Евгений Потому что мы не можем Подключить в этом автомобиле Карплей Никак Хотя он вроде бы есть Но он никак не активируется С моего телефона С телефона Яна И даже подключить Еще один телефон Мы не можем Потому что Когда пытаешься Его здесь Добавить То пишет Что нельзя Во время вождения Подключать новое устройство Хотя бы спросили бы Кто в этот момент Пытается подключить Недоступно Во время вождения Короче Карплей не работает Но работает у нас Олегрия Плей С одесским акцентом Евгений Навигатор Аккуратно Слева машины Евгений Можешь женским? Нет Увы Эта опция Недоступна Поверните Пожалуйста Налево Следуйте За опелем Какая продвинутая У нас Навигация А что там Валенье Самая дешевая Проще бы есть Пентхауса Нет для ревошева От 60 Есть Минимум Но это же Но они перспективные Нет А что вот надо покупать Что перспективно Валенье Чтобы не дорого Ну вот Мне нравится Сегмент Такой 120 180 Вот квартиры Недалеко От паркатуре Там недалеко От Города науки Искусств И там От 120 130 тысяч Там даже можно Дешевле Да Искать То есть там От 90 Будет зависеть Конечно От состояния От качества дома Это дома С лифтами Жень Все что меньше 100 В основном Без лифта Все что Выше 100 Уже В основном С лифтами Если без Ремонта Городи В котором Я хотел бы В Испании Жить Вот постоянно Не курорт Да Вот просто Свою жизнь Устроить То наверное Это Валенсия Реально Хотя я бывал Везде Естественно Везде На севере Бильбао И Виская И Мадрид И Барселона То есть Вся Испания Я все проехал Сарагоза Севия Вообще Все города Абсолютно Мне больше всего Нравится Валенсия Правда Ну кстати Он очень сильно Отличается От побережья То есть Здесь Здесь не чувствуется Что в этом городе Есть море Здесь не чувствуется Курорт Здесь чувствуется Такой большой Город Миллионик Город для жизни Город университета Мне он как раз Напоминает Одессу Ближе всего Здесь левее Можно ехать Но ты знаешь В Одессе чувствуется море А здесь я его не чувствую Да Для меня море Это очень важно Это курорт И кому-то вообще Для пенсии А кому-то просто Хочется жить на курорте И все Независимо Налево здесь Или дальше Налево Вот как машины Все стоят Тут в район налево Это нормально Это город для жизни А Тревиеха Город для отдыха Некоторые просто хотят Отдых устроить себе В жизни раньше Не обязательно на пенсии Да А это прям Такое Единственное Работу везде А мы тогда Что делаем Мы живем Отдыхаем Ну там меньше Области Где можно работать Мы наслаждаемся Женя А вот квартиры Ты говоришь 120-130 тысяч Какая у них Арендная вообще Перспектива Сколько можно Получать на них Они достаточно Интересны Потому что в итоге Аренда 700 Наверное до 1000 В зависимости От состояния То есть доходность Ниже Чем в Валиканте Но ты покупаешь В большом городе Мне кажется Перспектива роста Стройности Цены здесь Намного выше Потому что Все-таки в Валенсию Очень много Заходят разных инвестиций И здесь Это такой Бюджета образующий Все-таки город Для провинции Да Я думаю так Если предполагаешь Что ты в этой квартире Будешь сам В дальнейшем жить Какая-то возможность Есть того Что ты переедешь Туда И твоя семья Будешь дольше Время проводить То есть не просто Инвестиционный объект Тогда наверное Это Валенсия Нужно опираться на жизнь Понимаешь Например Вот если У тебя есть ребенок Которому сегодня Там 10-15 лет Валенсия Хороший вариант Чтобы купить здесь квартиру Потому что В будущем Он может здесь жить А здесь Порядка Пяти-шести Хороших Качественных Университетов Это большой Большой плюс Город наук Опять-таки Ребят Очень удачно спросили У местного служащего Проходим ли мы По высоте Чтобы он посмотрел Да С кого проходишь Но ты уже за паркусик Где электрические машины Все равно никого нет У тебя машина большая И можно встать на место Электричек А потом ругаются Почему Стоять на месте Электричек Служащий Разрешил В Испании Без вот этих Вот У нас еще кухня не работает Потому что утро Или У нас уже кухня не работает Потому что вечер Гарантированно Можно перекусить Только в нескольких Типах заведений Это фастфуд Вроде Макдональдса И Китайцы Китайские ресторанчики Формата Вок-буфет Есть везде И в целом Они неплохие Вот это то Что можно пожарить Отдать Вот туда На кухню Тарелку И вам там это приготовят Сырое И есть конечно готовое Мы уже разобрали Немножко вот тут Тут суши Роллы Потому что я отдал уже жарить А вот это вот Можно брать готовое Ну кстати Им надо явно сейчас обновить Мы тут прибежали Как голодные Можно есть вилками Можно есть Палочками И все это стоит 10.95 Меню Меню стоит 10.95 И как меню Ты можешь неограниченно брать Столько хочешь раз Раз Ну у нас просто час есть По времени максимум Даже меньше А так здесь можно сидеть Вот целый день Ну пиво отдельно Хотя можно взять с пивом Единовременно Заплатить чуть дороже Там 5 евро И неограниченные напитки 5 евро Заплатить И неограниченные напитки Ну либо если вот как нам По бутылочке Пиво наверное стоит Евро полтора Может два Китайцев недорого Обычно все Не успел я С салатами разобраться Уже пожарили То что взял Ну вот Чем хороши китайцы Очень быстро Недорого И в общем-то вкусно 24 тарелки в руках Они все вкусные Типичная китайская Обжирал его Так это у нас десерты Клеры Фрукты Овощи мы уже ели Мороженое И вот итог нашего Обеда Первого ужина У нас было Сколько? 5 человек 6 напитков 5 буфетов 71 евро Как вы уже наверное поняли Самой Валенсии В этой поездке Нам удалось уделить Немного времени Хотелось бы конечно больше Но ведь основной целью Действительно была встреча Форум предпринимателей На котором и выступал Ян с коллегами И еще несколько лет назад Мы наверное просто поставили бы На встрече Камеру на штатив Записали 2 часа разговоров И с чувством Выполненного долга Выложили бы на канале Результат деловой поездки Компании Аллегрия В Валенсию А все то Что вы сейчас посмотрели Осталось бы просто за кадром Но согласитесь Ведь реальная жизнь Ситуации Общение Эмоции Говорят о людях Гораздо больше Чем сухие деловые видео Поэтому в каждом видео Которые мы делаем Для канала Аллегрия Обязательно есть реальная жизнь Где-то больше Где-то меньше И мы работаем над этим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok